Со скоростью 7 узлов батарея всаживает свой железный таран в левый борт деревянного фрегата. Корабельный нож входит на полтора метра. Но и это еще не финал. После столкновения на Кремле срабатывает команда «Задний ход». Корабли разъединяются, и железный нож-таран выходит из раны Олега, освобождая дорогу в воде, которая мгновенно заполняет фрегат. 3 августа 1869 года. На флоте решают устроить парадный смотр кораблей. Специально для генерала-адмирала, великого князя Константина Николаевича, в Финском заливе свои возможности продемонстрируют тяжелые военные суда. Все паровые корабли, несмотря на разные технические характеристики, должны совершить одинаковый маневр – развернуться вокруг собственной оси, изменяя для этого угол руля и скорость хода. Фрегат Олег уже 4 года не выходил в море. Его команда, за исключением офицерского состава, молодые ребята, которых только призвали на службу. Они еще не обучены и мало что умеют. Но ведь фрегату предстоит не боевой поход. Что может произойти во время репетиции обычного военно-морского парада? 3 августа отрабатывается маневр, который будет выполняться после адмиральского сигнала эскадра, переменить флаги, поворачивать вправо. В этом красивом, но очень сложном действии шесть кораблей эскадры, идущие строем, должны одновременно повернуть на 90 градусов и выстроиться в одну линию. А затем судам нужно снова повернуться один за другим вправо на 180 градусов и снова выстроиться в линию. И это еще не все. Корабли с троем идут на исходную точку и вновь поворачивают на 90 градусов. В итоге все участники маневра должны поменяться местами. Те, что были на правом, оказаться на левом фланге. И наоборот. Олег идет рядом с броненосной батареей «Кремль». Дистанция между ними 100 метров. Капитан деревянного фрегата, капитан первого ранга Григорий Густав фон Майдель. На железном корабле нового поколения командует его лучший друг. Капитан второго ранга Александр Корнилов. Каждый маневр кораблей рассчитан до секунды. На Олеге ведь штурвал непростой. Это два штурвальных колеса двойных, так сказать, сверху и снизу, связанные между собой передачей. Шесть патросов вращалось, чтобы за две с половиной минуты можно было повернуть руль, так сказать, так. А когда они двигались на такой скоростью на состоянии 100 метров друг от друга, то время определения этого расстояния друг от друга занималось всего 25 секунд. В 19.10 звучит сигнал о начале маневра. Совершая первый же поворот, броненосная батарея «Кремль» не вписывается в радиус и вылетает на 80 метров за линию. Капитан корабля, в надежде исправить ошибку, дает команду право руля. Для этого маневра судну необходимо 80 секунд. Казалось бы, всего полторы минуты. Полторы минуты, которые решают исход этой трагедии. Пока «Кремль» пытается вернуться на свое место, его обгоняют корабли «Первенец» и «Олег». Заходящее за гоглом солнце слепит сигнальщиков деревянного фрегата, и они не видят надвигающейся катастрофы. Капитан «Кремля» с ужасом понимает, что его батарея идет прямо на «Олег» и срочно дает команду левого руля. Но дистанция между «Кремлем» и «Олегом» стремительно сокращается. Со скоростью семь узлов батарея всаживает свой железный таран в левый борт деревянного фрегата. Корабельный нож входит на полтора метра. Но и это еще не финал. После столкновения на «Кремле» срабатывает команда «Задний ход». Корабли разъединяются, и железный нож таран выходит из раны «Олега», освобождая дорогу в воде, которая мгновенно заполняет фрегат. На борту 545 человек. 80% не обученные матросы. А ситуация критическая. Два машиниста погибают во время столкновения. Еще 13 матросов насмерть разбиваются, упав смачно. Часовой, который стоит у носовой, крюет камеры, не получив приказа, не покидает свой пост и тоже погибает. Начинается срочная эвакуация людей. Первым в спасательную шлюпку дают войти корабельному священнику отцу Бабу, которого на «Олеге» невероятно почитали. Капитан и офицеры, которые руководят процессом эвакуации, стоят на верхней палубе до тех пор, пока вода не подбирается к ногам. В последний момент они прыгают в оставшийся спасательный баркас. Ровно 12 минут, и корабль навсегда скрывается под водой. Так, при полном штиле во время смотровых учений происходит нечто гораздо более важное, чем гибель одного корабля. В этот день заканчивается эпоха «Паруса» на российском императорском флоте. Но, как оказалось, история самого фрегата «Олега» еще не закончена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok